Динамо Ворска 4-1 Счет был открыт на 16-й минуте. Медведев толкнул штрафной кравца, арбитр указал на точку, а для точки у хозяев есть Алиев. Александр переиграл Долганского, хотя тот и упал по удару. Хельгане демонстрировали отличную форму и продолжали создавать моменты. Второй мяч организовал тот же Алиев, совершив добротную комбинацию результативной передачи на Мила Шанинковича. 2-0 к 30-й минуте. Самое время было Егорске что-то показать в атаке. На это дело у полтовчан ушли 3 минуты. Сланговый контрвыпад, Кулаков бойцов на мяч на линию вратарской и там трудовой гол положил Ярошенко. Возможно, счет 2-1 давал полтовчанам определенные надежды, но начало второго тайна снова показало превосходство Динамо. На этот раз в индивидуальном мастерстве Алиев здорово исполнил штрафной, напомнив, что он остается одним из лучших в Украине спицов по стандартам. Александр проводил потрясающий матч, поучаствовав и в четвертом забитом мяче. По сути, он выиграл встречу у Уорсклы в одиночку. И ничего поделать с этим гости не могли. 69-я минута. Мощнейший удар полузащитника с линии штрафной. Долганский парировал, но прямо на кровца. Так Алиев вернул долг Артема за заработанные пенальти. 4-1. А причину столь феноменальной игры Алиев продемонстрировал более чем красноречиво, разной забитый недолго до этого гол. Позже в потребленном помещении он официально подтвердил догадки. Поздравляем Александра, а его Динамо одерживают второй подряд уверенную победу над преследователем. Форма, которую киевляне демонстрируют перед Кубком УФА, впечатляет.